Итак, вот мы и доползли до лекцион 13, вторая часть, глобальная часть урока, не урока, а вообще всей Камяновой, да, 16-й урок мы еще включаем как бы в А2, потому что здесь будет степень сравнения прилагательных и плюс к вам Perfect, а он уже встречается там А2, А2+, поэтому мы его еще рассмотрим на нашем первой штуфе, на нашем первом уровне, да, Stage 1 в нашем делении. Что еще интересного здесь конкретно лекцион 13? Ну вот, пожалуй, будем выяснять who is the best of the best of the best, да, кто-то самый-самый-самый в степени сравнения, какие бывают исключения, точнее, которые формы надо запоминать особенно, как, как сказать, сравнять несравнимое, да, и, как я уже сказала, немножко будет здесь сложного прошедшего времени, плюс к вам Perfect, то есть до прошедшее время, это в тему глагола. А большая часть урока посвящена вот теме прилагательного, и, собственно, с прилагательными все. Вы знаете их склонение, слабое, сильное, смешанное, да, после артиклей, без артиклей, всякие вот эти штучки, и последнее, что в нас прилагательных интересует, это вот степень сравнения. Ну, возможно, еще словообразование прилагательных, но это уже такое. Погнали, значит, смотрим. Steigerungsstufen. Давайте расшифровать. Die Stufe – это уровень, да, die Stufe. Это, наверное, вы уже встречали, знаете. Steigerung – от какого слова? Es – это fuga. Fuga – это соединительная буква в композите, да. Steigerung. Помним? Повышаться, подниматься. Steigerung – глагол, да? Steigerung. 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 Moment. Einsteigen, aussteigen. Помните? Войти, выйти, подняться на что-то, да? Die Preise steigen. Цены повышаются. И steigerung, соответственно, это повышение, да, как бы степени повышения, дословно. Нет, все правильно. Нам надо сейчас steiger. Moment, Марих, не путайте. Steigen. Это я вас сейчас запутала. Steigerung. Steigerung, aussteigerung. Да, это вот как раз повышает, увеличивает, тоже имеет значение такой вверх. Нам сейчас надо steigerung. А steigen, вот то, которое именно, umsteigen, einsteigen, это вот тоже идти вверх, карабкаться вверх. Очень похожие глаголы и по смыслу, и по форме, по внешней, да. Тут steigerung, а тут steigen. Сейчас мы steigen, aussteigen, einsteigen туда не смотрим. Нам сейчас про steigerung. Считайте, это как бы новый глагол, да. Нам надо steigerung stufen, степени сравнения, да. Как бы, как увеличивается, как бы степень увеличения идет на повышение. Наше прилагательное или, то есть, диадиктивы могут так себя вести, или адверби, или наречия. То есть, можно еще быстро, быстрее, да, и можно быстрый, более быстрый, да. То есть, прилагательные наречия. Не все, конечно, только те, которые качество позволяют, их такие передают качества, которые могут повышаться в своем, так сказать, развитии. Потому что, если вы, как это, мертвый или беременный, то там уже не может быть менее беременный или более мертвый. Понимаем, да, почему я? Так, хорошо, разобрались. Значит, нам надо глагол steigerung, повышаться, увеличиваться. От него steigerung, повышение, вот это увеличение. Steigerung stufen, степень сравнения, чего, кого, чего. Вот видим дальше генетив der adjektive, прилагательных. И, опять же, der adverbien, наречий. Только der второй раз уже не пишется, да. Какой у нас есть степень сравнения? Der comparativ, опять же, кто знает английский, compare, сравнивать, да. Это все с латинского. И превосходное superlative, сверх, сверх, да. На самом деле, по краям можно еще так сказать der positive, позитивная степень, это вот самая начальная, от которой мы пляшем. Der positive, вот эту штуфу мы используем, когда он такой же высокий, как и я. Когда не выше, а такой же высокий. Короче, изначальная форма прилагательного. Это и есть positive degree, да, вот это. В английском тоже так, да и в русском так же классифицируется. Потом мы с positive ведем выше comparativ, вспоминаем r-суффикс в английском. И он такой же будет в немецком. Да, better. Good, better, the best. И тот же самый st у вас будет фигурировать и в немецком суперлативе, да. Где-то там должен st быть. Ну, немецкая группа, sorry, германская группа языков, они похожи. То есть еще раз. Вот вы positive, вот вы выше стали, вот st, наивысший. Это тут positive degree, да, positive. Der positive, der comparativ второй и der superlative. Есть еще elatif или elatif, как там правильно, der elatif, который означает... А, чего я мучусь, я же могу больше места сделать. Который означает превосходнейший, глубочайший познание, наипрекраснейший. Но там особая форма, она уже ничем не отличается от суперлативной нашей формы. Там все равно будет это st. Но имеется в виду, что она ни с чем не сравнивается, она просто усиливает прилагательное, да. Понимаем. Это так, для самых любопытствующих. Вот, кто любит заумные латинские слова. Ну, elatif – это такой возвышенный, повышающий, возвышенная речь, возвышенная прилагательная. Уже то есть самое верхнее-верхнее. Ну, elatif – тот же самый латинский. Так, сказали. В названиях разобрались, да. Идем дальше. Компаратив. Через суффикс er – вот мы сказали, кто знает английский, вообще никаких проблем не будет. К основе, да. Если есть au, то могут быть умлауты. Особенно односложное слово. Klein, alt, oft, spät. Что здесь? Они все односложные. Здесь дифтонг, не к чему умлаут делать. Klein, kleiner, все хорошо. Alt – односложное слово можно умлатировать. Älter – старее. Oft – часто. Односложное можно öfter, чаще сделать. Spät – односложное, но ему же есть умлаут, поэтому просто spät – позднее, позже. Бывают нюансики. Вот когда на l на r заканчивается, да, там вот мы вот это вот выбрасываем для благозвучности. Смотрите, dunkel и dunkel. Dunkel – трудно выговорить. А вот dunkel, да, dunkel, вот это вот тут выбрасывается гораздо легче. Übel – не только скверный плохой. Übel – это еще такой вот бледный, когда мне плохо, мне отравянулось чем-то, да, ты такой übel весь стоишь. Другое значение тоже. Übel – кто-то еще бледнее, кому-то еще хуже, да, как они и дочи. Тойер – вот это выпало, да, здесь дороже. Зауер – кислый, зауер – кислее. Поняли, да? Ну, это нам тут надо только вот эти вот два суффикса взять во внимание. И сразу же отвлекусь, дам вам все практически слова односложные, у которых может быть умлаут. Смотрим. Тагили. Я взяла этот кусочек оттуда. Там побольше про прилагательное, поверьте, там объем хороший, кому интересно. Это прилагательное, это страница, там по содержанию найдете, 131 – это глагол. Сейчас скажу, какая страница. Там 275, 285, там целых 10 страниц про все про это. Нас интересует вот прилагательный с корневыми гласными ау, в которой без умлаут. И только немногие односложные прилагательные получают умлауты. При этом, какие из них? Э, ө, ө. Альт, әльтер, әльтесте. Аг – редкое слово, дурной, злой. Арм – бедный. Харт – жесткий. Кальт – холодный. Кранг – больной. Ланг – длинный. На – близкий. Шарф – острый. Швах – слабый. Шварц – черный. Штаг – сильный. Вам – теплый. Здесь вам из нового только слово аг, наверное. Все остальное у нас уже где-то было. На – ө меняется. Гроб – грубе, 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 грубее. Грос – большой, вы знаете. Хох – вы знаете. Ну, давайте вот это выделю вам. И на – у, на – у. Дунг – глупый было у нас. Юнг – знаете. Глуп был. Корц – короткий – знаете. Вот, получается, из тех, кого у нас не было, у нас только аг – эргер. Гроб – гробер. Возможно, вы где-то увидите. А так, в основном, хоть и будет АОУ, умлотирования там не будет. Но есть двойного типа, некоторые прилагательные, у которых и так, и так бывают обе формы встречаются. Не пугайтесь. Вот наш Банг, Блаз, Глад, Глад и Ха, часто для гладких волос там на шампунях пишут. Каг – скупой карга. Кстати, запомнить легко. Нас – сырой, мокрый. Шмаль – узкий. Это не та шмаль, которую курят, нет. Фром – тихий. Кстати, Эрик, не, Эрик Фром, как… Да, его фамилия, по-моему, это же так и есть, переводится. Год – красный, знаете. Чё, я его выделила, даже не знаю. И кром – кривой. Ну, вот, более редкое слово. Нас – сырой вы где-то увидите. Блаз – блин, увидите. Глад – увидите. Ну, вот, да, все это слова увидят, только повыше, где-то ближе к П2 они будут попадаться вам чаще. Вот они могут быть и так, и так, и так. Год или рёд, краснее или краснее. Так, разобрали, да? А что ещё вот про хох надо сказать и про на близкий, на ближний? Хох, хёга. Видите, тут идёт упрощение. Хох, хёга. А хёгстен опять возвращается, вот, х в нормальном положении. На нэр, а в нэрстен появляется вот то самое х уже полноценное. Тут на нэр – это х мы не читаем, потому что это… А вот цеха уже действительно звук х, да? А мэрстен – дословно ближайший. Когда вам говорят next, bitte, следующий, пожалуйста, то это не следующий, это дословно ближайший. То же самое в английском next, да, next, next – следующий. То есть тот, который следующий по порядку, который ближе к вам. Это всё в немецком, вот, например, от слова на близость, да? Индернея, помните, только что мы там вспоминали? Динэя – близость, да? Индернея – фон поблизости от моего дома, например, что-то. Вот вам заодно расширили словарный запас. Всё, возвращаемся дальше. Кому интересно, настоятельно рекомендую уже включаться в грамматику и читать её как справочную, как сказку. Открыли, читаем, вот, по 10 страничек в день, под конкретную тему подвязывая. Подряд, я и подряд просто читала, я любитель читать всяких справочников с юности, с 5 лет буквально, как научилась читать, так и читаю. Всё, никак остановиться не могу, видите, до чего докатилась. Вот результаты. Вот, и вам настоятельно советую. Взяли, всё прочитали, что только можно. Ага, поняли, что помимо вот этого, что-то там есть ещё немножко больше, но, в принципе, ничего сложного, просто нюансы объясняются. А главное мы здесь рассмотрим. По сути, уже рассмотрели. Компаратив, суперлатив теперь. Да, суперлатив. Неизменяемая-изменяемая форма имеется в немецком. Вот это интересно. В английском такого нет. Там просто the best, the best is the best, да, и всё тебе. А в немецком есть такая вот маленькая приставочка с предлогом am. Получается, вы говорите, an dem kleinsten. Помимо суффикса вот этого сты, который там, помните, где-то должен там всё равно фигурировать в превосходной степени, да, и вот такого замёрзшего окончания, догадайтесь, почему оно там. Вы же говорите an dem, и у вас прилагательное после датчего в n будет. Правильно, вот почему там n. An kleinsten — это как бы самого маленького. Да, an dem kleinsten. Это дословно... Я когда-то искала, пыталась понять, откуда взялась там an. Как оно? Я не нашла. Может, кто-то знает? Подскажите. Почему там an именно предлог an? Ну, как бы при самом маленьком, у самом каком-то, да, на самом каком-то. На самом каком-то, получается. На самом маленьком, на самом старом. Ну, то есть вот это an добавляет вот этого эффекта. В русском это не передашь, блин. Это невозможно перевести. Но самое главное, что она неизменная. Например, «Dieser Hund ist am kleinsten in der Welt». Самое маленькое и всё. Оно не меняется, никак ты его в рот не изменишь, да, в плюраль не поставишь. Просто является самое маленькое. Независимо от этого хунда или лампа, или тишь, или окно, фенстер, да. А на русском, да, на русском вы будете правильно в соответствии с русским языком поддержанное окончание выдерживать. «Am ältesten» — самый старый. «Am öftersten» — чаще всего, да, чаще всех. «Diese Internet-Seite besucht man am öftersten». Эту интернет-страницу посещают am öftersten самое чаще, как. Чаще всего, да. Вот вам пример этой застывшей формы. То есть основа та же. «Klein» — к ним добавляем «st», а потом получается «am kleinsten». «Alt», да, «ältest am altesten». «Am altesten». Там, где есть умлатирный, то здесь оно тоже появляется. Да, то есть если есть умлаут в сравнительной компаратии, то и в супернатив умлаут будет. А вот то, которая изменяемая форма, она, как вы уже, наверное, догадались, она будет вести себя как прилагательная. Да, прилагательная ведёт себя как прилагательная, не поверите, да. Суффикс тот же «st», да, но после него будет соответствующее окончание уже в зависимости от существительного, от падежа и всё такое. И уже он составляет номинальную группу. Смотрите. «Der kleinste компьютер» — «самый маленький компьютер». Самому маленькому компьютеру в самом маленьком компьютере. Понимаете, да? Если это застывшая форма, часть предиката является каким? Самым маленьким. Точка. То есть здесь «kleinste», «des kleinsten» «ten компьютер», «dem kleinsten компьютер». Кого что вижу, «den kleinsten компьютер». Здесь у вас, как и в русском, «самый маленький», «маленькому», «маленького». Здесь вполне себе окончание всегда работает. А тут оно, видите, застывшее в форме датива, единственного числа. Датив сингуляр. Кому интересно. Так, смотрим, что получается. «Das älteste gebüude», самое старое здание, да. «Die älteste lampe», я не знаю, «die schönste lampe», самая красивая лампа, самый «der kleinste», «юнге», какой-нибудь, самый маленький, молодой парень. Zum Beispiel, какие здесь примеры? «Das ist das älteste gebüude in der Stadt». Это самое старое здание в городе. Не, можно перефразировать. Это здание в городе самое старое. «Dieses gebüude in der Stadt ist am ältesten». Да? Когда вы выносите это в часть предиката, то есть когда после глагола «sein» является самым старым. И вот это всё у вас получается «ist am ältesten». «Besucht man» каким-то образом, там, чаще всего, да. Оно, вот как наречие сейчас, «am öltesten», чаще всего. Оно застывшее, оно никак не спрягается, не склоняется, извините, не склоняется, да. А тут у нас, как только видим, что стоит перед существителем, это уже, вот она, это уже номинальная группа, полностью вся склоняется. «Das ist der kleinste Hund in der Welt», это самый маленький пёсик в мире. Так, сказали, точно вот с этим разобрались, что есть константа такая форма, а есть вариативная форма перед существителем. действительно. Ну, в принципе, почти как в русском, только у нас нет вот этой формы, да. Мы просто скажем, это здание самое старое, и все равно, вот это самое старое, самое старое, все равно будет оно меняться, а в немецком нет. Далее, когда изменяется до неузнаваемости, это нам надо заучивать, как и в английском. «Good, better, the best», да. «Good, besser, good, good, краткая good, good, am besten». Если перед каким-то словом, то «der beste», «die beste», «das beste», «ein bester», не знаю, хотя «ein bester» звучит странно, потому что если он самый лучший, то перед ним должен быть что? Определенный артикль. «Die beste», «das beste», «die besten», «лучшие», да. К чему я веду, что с неопределенным артиклем будет странно звучать «один самый лучший». Нет, если он самый лучший, то он «der beste», «я самый-самый», как в английском «the», почему там «the best». Лучший может быть только один, он конкретный, иначе он тогда не лучший, да. Так, «на», «нэр», тут мы еще про вот это вспомнили уже, что там будет изменение небольшое, «хох», «хёхр», и опять возвращаемся, «хёхстен», «ам хёхстен», «ам нэхстен», «дэр нэхстен», «ди нэхстен», «дас нэхстен», «дэр хёхстен», «ди хёхстен», ну и во всех остальных падежах, так дальше погнали, да. «Гэрн» меняется на «либер», «охотнее». Я вам тогда когда-то говорила, не путайте «мэйнэ либэ», «мою любовь», «моя дорогая», и «либэр», «мой дорогой», «мэйн либэр», со словом «либэр», «которое охотнее», «гэрн», «вы что-то делаете», «потом вы «либэр», «а, найн, «либэр», «бляй бих зухауза», «лучше я останусь дома». «ам либстен», «лучше всего», «охотнее всего», «в наивысшая степень», «филь» много, «мэр», «больше», «более», «амайстн», «больше всего», «больше всех». Это наречие. «Гэрн фил», это уже наречие. Потому, я к чему веду, что вы не поставите «дэр либстэ», так трудно сказать, и вы не скажете. Здесь вам, это же прилагательное, и после прилагательное может быть существительное. А здесь, каким образом вы что-то делаете, это наречие, «филь» много, и «амайстн» больше всего. Вы что-то делаете, опять же, больше всех. «Бальд» скоро, «эр» скорее, или раньше, «эр» я скорее что-то там другое предпочтю. Иногда вот «эр» как значение «радхар», как в английском «скорее» используется тоже. «Амэстн» скорее всего, раньше всех. Да? Так, ну разобрались, да? Тот, кто это хоть как-то в английском встречал или русский помнит, проблем никаких. И прилагательные наречия, которые выражают какое-то качество, которое можно повышать по уровню или понижать, те могут иметь положительную, сравнительную, превосходную степени, да? Ну, помним, да, что пример с там чуть-чуть беременной, беременной, точнее, или там деревянный, более деревянный, да, золотой, золотее, так нельзя сказать, это иногда в качестве шутки можно использовать, в качестве какого-то стилистического приема, но это некорректно. К сожалению, или к счастью, у нас в русском постоянно это слышно, как люди говорят, более красивее. Нет, вы либо более красивый, либо красивее, либо то, либо другое, да? Но это повсеместная такая ошибка, которая у всех носителей тоже присутствует. Далее, что нам еще интересно, когда одинаковое качество, тогда мы берем der positive, вот эту, да, положительную степень, и просто нам помогает двойной союз. so good wie, такой хороший, как и что-то другое, либо ebenso, такой же, eben, помните, что-то ровное, равное, ebenso gross wie, как кто-то другой, такой же высокий, как кто-то другой, genauso, как что-то другое, genau, точный, помните? genauso, такой же точный, как что-то другое. Тут надо только жирное разделение такие сделать, чтобы их не путали. Вот один союз, вот второй союз, вот еще и такой союз, может быть. И все они означают такой же как, равным образом такой же как, и точно такой же как. Оттенки такие смысла есть. Если не такой же как, мы просто nicht скажем, nicht so gross wie du, я не такой высокий, как ты. er ist so gross wie ich, он такой же высокий, как я. es regnet nicht so oft wie letztes Jahr, дождит не так часто, как в прошлом году. Если разное качество, тут сильнее, тут выше, понятно, нам надо уже компаратив, да? И тогда у нас появляется als, чем? Вот то als, которое у нас было как в прошлом, в значении когда, когда я шел по улице, то есть, как я шел по улице, иду я как-то, как я шел по улице, и там увидел соседа. Ну, когда я шел по улице, мы переводим, да? Вот оно как раз в разной степени сравнивает. Liebe ist stärker, чем der Tod. любовь сильнее, чем смерть. Любовь сильнее, как смерть, да? Так дословно звучит. Но только ваша задача не путать wie как с als как, потому что wie равнозначный, вводит, а als, запомните его просто как, вот именно, как чем запомнить, его надо так. Liebe ist stärker, als der Tod, любовь сильнее, смерть. Diese Smehrchen tanzt besser als ich. Эта девушка танцует лучше, чем я. Что еще? Если у нас есть какая-то длина, высота, вес, возраст, стоимость, количество какое-то, да? Оно ставится перед прилагательным. И еще может быть ум, кстати, тут не указано об этом. Mein Ruder ist um zwei Jahre älter als ich. Типа на два года старше, чем я. Либо просто два года старше, чем я. Die Jäcke ist zehn Euro teurer als die Hose. Эта курточка как бы 10 евро дороже, чем брюки. Что еще? А, когда у нас и выбираем из группы людей. Самый старый из братьев. Мы говорим либо er ist der älteste, кого чего, der Brüder, что весьма логично, кого чего, генетив нам нужен. Либо мы используем von dativ. Помните, что фон заменяет еще генетив, да, часто? Von Brüdern, из братьев. Тогда дословно получается как бы из, вот этот предлог из. множественного числа. Да, генетив, почему множественного числа, понятно? Но если он самый старший из кого-то, то как минимум надо два брата, чтобы их между собой сравнивать, да? Иначе у вас получится он самый старший из брата. Что за бред? Он самый старший из братьев, да? Понимаем, что генетив множественного числа. И реже dativ предлогом von. Есть там еще устаревший один вам для любопытствующих, den. Den-e. Вот такая вот интересная конструкция. Это так, просто отметьте себе, что такое бывает, но редко. Это устаревшая штука, чем кто-то. Опять же, будете читать в Тагиле, там наверняка найдете. Там собрано как бы вот все-все-все. Да, все-все-все. Следующее, последний кусочек, который мы тут должны закрыть, это плюс к вам по эффект. Еще пару слов из моего личного опыта по прилагательным, по сравнениям. Вот тут вот, вот действительно все, что вам надо для жизни в Германии. Прочитайте еще Тагиля, посмотрите там 10 страничек этих нюансиков. Прям вот, ну больше тут не о чем говорить, да, не путать, главное вот эти вот умблотирования лишнего, не лепить куда не надо, а вот эти несколько штук просто наизусть, и все. Окончание вот этих прилагательных, извините, это же проблема не суперлатива, не суперлатива, это проблема ваша, если вы до сих пор путаете прилагательные окончания. Это мы отрабатываем повсеместно, как после любого прилагательного. Кому, например, dem besten Freund, лучшему другу. Кого чего? Des besten Freundes, да, кого вижу. den besten Freund. Это уже независимо, тут может быть x стоять, не обязательно сравнительная степень, но окончание у вас должно быть уже правильным. То есть, в принципе, из нового и то, вот только вот эти два момента. Но они для вас не новые, если вы хоть немножко знаете английский, или хотя бы знаете good better is best. Все. То есть, сложности никаких. И вот эти фразы наизусть, еще вот это выделю вам. so gut wie, eben so gut wie, genau so groß wie, и als, а, nicht so gut wie. Вот это вот еще, еще не такой как. Вот эти четыре момента. И вот с вот этим вот не запариться. И, возможно, я бы еще вот это вам выделила. Вот это, когда из группы людей надо будет выбирать, сравнивать. Да. Все. По этой теме генок вам для полного счастья. Тут по самое B2, поверьте. Это то, что мы делим условно, а 1, а 2. Не условно, это на самом деле я не условно их так от балды поделила. Я просто им показываю, переработала весь Бегенген и все такие по коммуникативам, коммуникативам прошвырнулось, да, по всяких этих грамматических дополнениям. И, во-первых, я знаю, какие требования, на какой уровень, да, грамматики, лексики, все это знаю. И методом еще и сравнения посмотрела, что действительно все эти темы, которые здесь в каждом уроке встречаются, до 16-го включительно полностью закрывают А1, А2. После 16-го, там начиная с 17-й по 20-й, там B1, B2-шные темы пересекаются. Ну и выше 25-го то же самое, B2, а некоторые даже в C1 вылазят темы. Это что касается Комяновой. Поэтому после 16-го урока вы уже знаете абсолютно всю систему глагола практически. Сейчас покажу, что я имею в виду. Вот сейчас у нас, смотрите, где мы сейчас находимся с вами, мысленно представили. Представили? Вот сегодня мы плюс к вам перфект, посмотрим, который я вам уже давала в контексте перфекта. Там всего лишь ваш помогательный единственный глагол надо поставить прошедший претеритум. Вы глагол из перфекта плюс к вам перфект, то есть более еще старое, еще более совершенное время, более старое время, чем перфект. Past, перфект на английском, прошедшее, совершенное. То есть оно свершилось уже в прошлом. Если перфект до настоящего момента свершился, поэтому вы говорите, я имею пришедшим себя, я имею, я есть пришедший, я имею что-то привезенным, да, или я являюсь приехавшим, или я имею сделанным, я имею написанным, это вы все подтягиваете к настоящему моменту. А там в прошлом вы имели что-то сделанным, да, вы были приехавшим, там к другому моменту в прошлом вы просто подтягиваете всю ситуацию. И там есть свои нюансы, когда оно используется. Чаще всего, конечно, на письме, реже, в разговоре, сильно реже, где вы хотите подчеркнуть как бы последовательно, сейчас мы подробно разберем. Таким образом, мы с вами начали с презенса, потом претеритум, потом перфект, плюс к вам перфект, а, до этого момента еще был футурм один, футурм два я вам немножечко рассказала, тоже зацепила его, я буду иметь сделанным, тут вы говорите я просто буду делать, а тут вы говорите я буду иметь сделанным, то есть это уже как бы future perfect, будущее совершенное, вы как бы его доделаете до какого момента в будущем, в редчайших случаях, или вы просто опять же предположение высказываете, так же само как futurum eins используется для предположений, так само и futurum zwei, и вы по коммуникативам вы только бы два это в первый раз где-то увидите, наша задача, чтобы вы уже понимали, увидите где-то я стану этот доклад к пятнице иметь написанным, хотя мы потом увидим это все в разговоре просто заменится на обычный перфект с указанием bis freitag habe ich meinen bericht geschrieben, понимаете, когда надо это подчеркнуть, то есть, но формулу такую времени вы должны уже понимать, если видите werden, а потом gemacht haben, gegangen sein, а потом какой-то инфинитив составной в конце, вы уже поймете, что это либо предположение, либо доделанность действия в будущем, и перейдем потом с вами на пассив, там надо всего лишь два глагола знать, sein и werden, все, как образовать partizip zwei при части 2, сделанный, написанный, уехавший, вы уже знаете, таким образом, поздравляю вас, вся система времен у нас в кармане, теперь только учимся ее правильно использовать, итак, поехали, сейчас почитаем и пойдем почитаем, тут сначала быстренько вспомним, что такое плюс к вам перфект, до прошедшего, пред прошедшее время, совершенное действие в прошлом, и оно ранее другого действия в прошлом, должна быть на сравнении с чем, должно быть еще какое-то время повествовательное, это чаще всего, да, претеритум, напротив которого, по сравнению с которым произошло более древнее действие, иногда в разговоре, там, хоть и сильно реже, перфект еще можно использовать, то есть сначала плюс к вам перфект случился, вот вы что-то сначала доделали, а потом вы что-то единоразово в претеритуме сделали, да, или даже в этом самом перфекте, ну вот что-то вот у вас было первое действие, а потом второе, вам это важно подчеркнуть, а вспомогательные глаголы те же, как мы только что и сказали, я был пришедшим, и я имею сделанным, я имею поможенным, то есть я кому-то помог, да, вот, изменений против перфекта обычного, которые все знают, минимальное, просто знать, что вах – это глагол sein, да, а хатте – это глагол haben в претеритуме, в прошедшем, простом, все, ich war gekommen, du warst gekommen, er war gekommen, wir waren gekommen, ihr wart gekommen, вот это самое смешное, варт, люди видят варт и шарахаются, потому что вах – ich war, du warst, и sie waren еще встречается, а ihr wart так редже встречается, а не когда видят это варт, они думают, что вообще какой-то другой глагол, да, ну, хатте – вас уже не испугаешь, наверное, тут хотя бы хатте четко прослеживается, да, вот, и примерчик тут один, als ich ihn anrief, когда я ему позвонил, war er schon nach Hause gekommen, дословно, был он уже домой ушедшим, то есть сначала он ушел домой, пришел домой, да, точнее, он уже пришел домой, домой пришел, а потом только я ему позвонил, er erzählte mir, dass er seine tante geholfen hatte, то есть сначала он тете помог, а потом он мог мне об этом рассказать, логично, и получается так, он рассказал мне, что он тетушке помог, и вот это помогание тетушке мы уносим чуть-чуть глубже в прошлое, чем просто, когда он мне рассказал, вот это сначала случилось, да, а потом вот это действие случилось, иначе он бы не мог бы о нем это рассказать нам, да, вот, а теперь чуть-чуть подробнее прошвырнемся по плюс-квам-перфекту, по тагилю, да, вот, смотрите, образование, сказали, haben sein, в простом прошедшем, и наш, вот этот основной парсисип, да, иметь сделанным, плюс-квам-перфект, плюс-квам-перфект, более чем совершенное, более чем древнее, да, выражает vorzeitigkeit предшествования, zeitigkeit, временность, а vor предвременность дословно, да, сочетается с претеритом, реже с перфектом, да, два значения имеет, отличается от значения перфекта, смотрим, какие, для обозначения предпрошедшего, которое действительно свершилось раньше другого, вот мы только что-то видели, да, bei meiner ankunft hatte mein Freund die Arbeit im Garten schon beendet, к моему прибытию имел уже мой друг работу в саду завершённой, gestern hatte sie mich vor dem Spiel schon wieder angerufen, вчера она имела уже мне позвонившему, как бы до игры, мы хотим подчеркнуть, что-то случилось до игры, перед игрой, да, что ещё, результат какой-то у нас случился, и оно завершилось раньше другого, да, bei meiner ankunft hatte der Mechaniker mein Auto schon repariert, то есть вам надо подчеркнуть, подчеркнуть, есть какое-то обстоятельство времени к моему прибытию, уже имел механик моё авто отремонтированным, да, то есть, als ich kam, когда я прибыл, hatte der Mechaniker mein Auto schon repariert, gestern hatte sie den Autoschlüssel verloren, вчера имела она потерянным ключ от машины, то есть он weg, и возможно, его даже до сих пор weg, по крайней мере, до момента рассказа, вот сейчас, возможно, мы вот где-то вот здесь сейчас, момент now, да, сейчас, а вчера, до вот момента рассказа, она вот про вот этот момент рассказывает, а ещё раньше, вот этот Schlüssel капот, пропал, то есть и до момента, вот этого, о котором она рассказывает, в прошлом, вот этот другой момент в прошлом, der Schlüssel до сих пор, der Autoschlüssel war weg, то есть в этом моменте он был ещё war weg, er war weg, его не было, да, потому что ещё раньше, Schlüssel, она hatte verloren, благополучно, а в разговоре, вы бы до момента jetzt подтягивали, это в простом, в простом перфекте, и у вас вот здесь сейчас, der Schlüssel, er ist weg, как результат, он есть потерянным, а случилось это вот до настоящего момента, ich habe, я имею его потерянным, ich habe meinen Schlüssel verloren, и в настоящий момент, смотри, вуаля, вот результат, ключа нету, понимаете, да, это к настоящему моменту подтянули, тут нужен перфект, а когда вы что-то о прошлом рассказываете, и к тому моменту в прошлом надо подтянуть результат, тогда плюс к вам перфект, короче, вы ich habe, имею потерянный, делаете, ich hatte, имел потерянный, как в английском, почему я говорю, пройдите памятку, а кого хоть какой-то начальный знание английского есть, ну как начальный, опять же, А2, В1, хотя бы, чтобы времена помнили, вам настолько легко это зайдет, потому что у них прям один в один времена, посмотрите, это в конец памятки, уже там 20 какой-то там у нас, где я прям через английский подаю немецкий, вот, что еще, плюс к вам перфекту для выражения предшествования, ага, ich ging zum direktor, и уже в другом предложении, ich hatte ihn vorher um eine unterredung gebetten, я до этого просил его о приеме, да, я пошел к директору, и нам как бы объясняют, автор нам бы объясняет, а до этого, vorher, заранее, я его до этого уже просила о приеме, может быть, в предаточном предложении, и вот тут вот, вот я к чему вела все это время, чтобы вы nachdem и sobald и als взяли себе на заметку, что вот они, а чаще всего nachdem и sobald будут нам с плюсовым перфектом тоже работать, после того, как, как скоро, sobald, как только, так и сразу, да, sobald, дословно так скоро, и als в значении, когда в каком, что, как только это случилось, вот в этом значении, примеры, nachdem er seine ein köfe erledigt hatte, fuhr er nach Hause, ein kaufen, это покупки, да, ein köfe, закупы, покупки, erledigen, удаваться успевать, вот этим, возможно, вы, erledigen, еще не знаете это слово, получается, после того, как он свои покупки имел сделанными, поехал он домой, то есть, сначала сделал закупки, потом поехал домой, nachdem er gehustigt hatte, после того, как он имел позавтраканным, начал он работать, да, то есть, вот, что-то сначала что-то, вот он сделал, результат какой-то, а потом что-то еще сделал в претерритуме, сейчас, вот ваш претерритум, вот ваш плюс к вам перфект, да, к этому моменту, как он начал завтракать, он уже что-то вот это доделал, и получается, после вот этого действия, nachdem, вот это действие, nachdem вот этого действия, случилось вот это действие, «собальд» показывает, что это было быстро друг за другом, «собальд», как только он «eine flasche kohle ausgetrunken hatte», «аust trinken» – это полностью выпить, да, выпустошить, как бы, да, выпить дословно, «öffnete er gleich eine andere», «eine neue». Получается, что он вот это действие, которое он доделал, он быстро сделал, прям «собальд», как только вот это не успело закончиться, «собальд», вот это сразу начал одно какое-то другое, какое-то причисление пошло, «ну вот это уже завершилось», то действие первое завершено, как только имел ее выпитой полностью, как бы, да, а «als» прям тут совсем идет друг за дружкой, nachdem er bis fünfhunderte gezählt hatte, fünfhunderte, пардон, после того, как только он, как он до пятиста посчитал, он встал, может, они, не знаю, играли в прятки, вот тут прям вот действие, вот это вот случилось, и пошло следующее, следующее, и как только вот это случилось, als er вот это закончил, что-то другое случилось, да, и, кстати, да, нам это объясняют, что nachdem употребляется, когда промежуток времени действуем, такое непонятное, неопределенный, вот этот промежуточек, вот, да, главное, что вот это действие все-таки закончилось, и мы после него что-то другое делаем, но тут не обязательно прям впритык, ну, ну, знаем, что после, да, за бальд, это вот как только-таки сразу, это прям рядом-рядом, вот они, за бальд, не успел вот эту допить, тут же началось другое действие, вот это, которое он открыл другую бутылку, пошел, помыл ее, что-то там другую взял, что-то еще начало случаться, да, хоть это реже, als, когда у нас вот, при сравнении наличия предшествования, тогда мы его переводим, как, когда он сделал это, он что-то сделал другое, но подразумеваем после того, как сделал это, это вот то самое, когда, да, когда, когда, вот это когда, которое можно несколькими, только без знака вопрос, это же не вопрос ван, это вопрос, даже не вопрос, это союз, да, то самое, когда, когда непонятно, в ту секунду, или когда я что-то другое доделал, и тогда я начал другое делать, вот нас сейчас интересует тот случай, когда все-таки первое действие было доделано, да, «Es ging besser, als sie erwartet hatte» Дела пошли лучше, чем они до этого, как они до этого ожидали Да, вот было какое-то предшествование до этого, они что-то ожидали Понятно, что ожидали они раньше, чем потом в действительности Хотя могло быть и хуже пойти, да Но тут у них положительный случай Да И когда ещё? При наличии предшествования, опять же «Es begegnete dem Mann» «Er begegnete dem Mann» Он встретил случайно «Begegnungen» Что учебник так называется? «Встречи», случайные встречи на улице Он встретил того человека, с которым «Dem» сейчас относится к Mann Он 10 лет назад в университете учился, имеет учившимся То есть сначала имел учившимся Сначала он учился с ним, а потом он его встретил Логично Какие ещё примеры? А, вот это важно Когда просто перечисления То идут в естественном порядке Плюс к вам перфект не употребляется Достаточно просто претерриума перечисления В рассказе «Er öffnete dem Tuch, trat ins zime und sah dort sein und zon» Понятно, что сначала надо открыть дверь для того, чтобы зайти в комнату и увидеть сына Но это всё быстрые действия Результат вот этого как бы мы не подчёркиваем Открыл дверь, вошёл в комнату, увидел сына Просто перечисление, здесь вот такая схема «und» что-то другое Это всё в рассказе А вот если порядок меняется «Eben» — вот равным образом только что «Eben» сейчас переводится как «только что до этого открыл её» Понятно, что сначала вот он вошёл в комнату Но не вот тут действие, а дверь открыл Нет, вот это действие перед ним было Да, и получается А начинаем мы с результата Он вошёл в комнату, чью дверь он открыл раньше Видите, визуально-то хорошо вот такими схемками рисовать Так, что ещё? Да, и ещё запомните для перфекта «bis before» Вот эти вот ключевые слова Когда завершённость показываем «Sie durfte nicht gehen до того момента, как sie die Arbeit gemacht hatte» Ей не позволено было уходить «Paka bis», помните, «bis freitag» до пятницы, да? «Do» получается, пока она работу не закончила «Er probierte erst einige Schlüssel, bevor er den richtigen gefunden hatte» Он пробовал сначала некоторые einige ключи «before», прежде чем Все его хотят спутать с «before» английским? Но есть нюанс «before» английское может быть и предложение вводить «before you come» до того, как ты пришёл И может просто как «forher» в немецком до того «before freitag» до пятницы И может ещё и как «bis» переводиться «before freitag», «till freitag» А может быть заранее «before» раньше я был худым, например То нам надо совершенно другое на немецком А в немецком «before» это то «before», которое только союз Которое только вводит предложение После него должно быть целое предложение Помним, усвоили «Also, er probierte erst einige Schlüssel, bevor er den richtigen gefunden hatte» До того, как он нашёл правильный Он попробовал сначала несколько ключей, прежде чем он уже нашёл правильный Тут интересно Тут знаете, какая схема Это всё случилось как бы в прошлом Он проберто, перечисление идёт Проберто, проберто, проберто И это случилось до того, как он имел результат Имел найденный правильный А мы разговариваем вот здесь Мы сейчас где-то здесь находимся То есть сначала много чего-то, чего-то сделал Я просто жду вашего вопроса Блин, а почему же тут плюс-квон-перфект, который стоит как бы после вот этого действия, где он перепробовал ключи? Да как раз потому, что мы, видимо, как бы результат у нас-то случился Но он всё равно был в прошлом по отношению к настоящему Он всё-таки имел ключ найденным До этого он там ещё ряд каких-то действий сделал Но вот это вот результативное, вот оно в плюс-квон-перфекте Так Идём дальше Ещё раз берём парочку примеров И всё, и мы дошли до... Дальше я не буду вам всего Тагиля перечислять Нет, кому интересно, кстати, футур мы уже разобрали Кому интересно, та же страничка Можете в Тагиле, не можете... Да-да, я вам загружу даже его туда 132 страница Дальше идёт футурм Айнс, футурм Цвай Но нас сейчас интересует вот так вот Да, нас сейчас вот это интересует Ага Так, где мы? Вот В начале и конце рассказа Вот тут вот нюанс Это вы нигде не увидите Так вот просто Вот это у меня хотел Знак восклицательный Нота Бене Вот тут внимательно Такое в литературе вы только увидите В начале и конце рассказа о повести Часто в титульных произведениях Весь рассказ в прошлом И там всё-таки этот день пришёл Есть какая-то завершённость Никто не мог охватить Никто не был на этом процессе против меня Не мог его охватить Никто кроме меня Тут нас интересует только Ваг и Фаст Просто для вас тут, конечно, некоторые слова новые Естественно, это взято Тагиль, это, извините, не для начинающих Но мы тут уже вполне себе, как вы видите, можем туда заглядывать И даже всё насквозь прорабатывать Если тема небольшая, вот как, например Плюс к вам перфект Я его сейчас насквозь вместе с вами проработала В большой теме, там где 10 страниц Извините, я никак вам степень сравнения Сюда не собираюсь даже пытаться впихнуть Но для любопытствующих дала страничку Почитайте, просто всё подряд Для себя отметьте В общем, вот такой вот итог В концовке в какой-то Или в начале какой-то повести Подчеркнуть, что-то уже случилось Ну там, всё, весь рассказ идёт В прошедшем, да, поэтому неудивительно Что где-то надо совершённость ещё показать Которая уже до момента рассказа случилась Что ещё И нахцайтих кайт Вот это вот, пипец, какой интересный нюанс Сюда тоже нота бейна Это уже из высшего пилотажа Это вы, скорее всего, увидите где-то вообще на С1 И то, если увидите Послевременность, нахцайтих кайт Надо выразить действие, которое произошло после другого Подчёркиваем, законченность действия Он принял таблетку В себя как бы И был уже несколько минут спустя Заснувшим Вот здесь он как бы Перфект, де факто Но он так хорошо вписывается Быть заснувшим Сейчас это больше звучит Как даже Цушчант пассив Да, как пассив состояния И был минуту позже уже заснувшим Результат налицо Да И для Вот это тоже третий момент интересный Особо не заморачивайтесь Просто посмотрите, что такое бывает Внутренняя речь имеется в виду Автор нам что-то рассказывает Да Для передачи Эффект такой создает Предшествование в будущем И позже, когда он уже напишет эту картину Знаете, вот этот приём литературы Да, так используется В немецком Когда он имел картину написанной С тем, чтобы его дочь Её учёбу продолжать могла Вы только Слово мы ещё не видели Продолжать И это было бы Наилучшим подарком И вы уже знаете Было бы для неё Только Вперёд садить Как бы Продолжать что-то Обратите внимание После 16-15,5 юнитов Лекционен Камяновой Вы уже можете Тагиля спокойно читать Грамматики сложнейшие читать И все эти примерчики Анализировать Буквально несколько новых слов Но с моего перевода Вы их выпишите Если вам это интересно Если совсем многовато слов Тогда затормозите Просто воспримите это Как данность Что вот так В таких вот случаях Используется Этот плюс К вам перфект И успокойтесь Потому что Вы его будете Видеть реже Но вы будете уже знать Что такое есть И возможно Даже сами научитесь использовать Всё Вот вам всё То что было в Тагиле Две странички Мы проработали Плюс И его по всем шести временам Вам известным Прогонять Брать Ещё реже Ещё реже вообще Я не знаю Какой надо Где-то такое Чтобы вы такое увидели То же самое с Ворден Верден В смысле Верден Верден Спрашивают каждый день Тут я стану Спрошенным стать Ну Немножко странно звучит А тут я Стану быть спрошенным Тоже как бы Про будущее И опять же говорю Вот эти вот Прям совсем редкие То есть В пассиве Нет ничего страшного Если вы умеете Читать тексты Разбирать И вот так вот Каждые предложения Каждый Залог или пассивный залог Разбираем Это Сушцент пассив Или фоганг пассив Если это пассив Время находим Какое-то время Да А если это еще конъюнктив Или кондиционализ Да Какой конъюнктив Первый конъюнктив Второй конъюнктив Какую идею мы выражаем Это уже случилось Или это только должно случиться И все И вся вот Вот вам вхакнули Немецкую грамматику Дальше Элементарно Ватсон Дальше Уже работаем С текстами И все это закрепляем Я вас поздравляю С 16 урока Уже никаких подробных Объяснений к текстам Не будет Только некоторые Устойчивые выражения Поэтому я вам буду Тут уже давать слова Сама И если вдруг Вы какие-то не знаете Я буду их подчеркивать Те, которых у нас Раньше не было И вы будете уже себе Выписывать В нашу Вордбук Камяновой Которую вы сами Создаете для себя Каждый Начиная с 16 урока Я до этого Я до этого Надеюсь У вас тоже Она была Как я всегда Первый вопрос Который задаю ученику Покажи мне свой словарик Ой, а у меня его нету А я пишу карандашиком на полях Ладно, молодец Покажи мне Сколько ты запомнила Из того, что у тебя Или запомнила Из карандашиком на полях Да нифига Хорошо, если процентов 10 В голове осталось Покажите мне Свой словарик Запускаем флешмоб Пишите мне в телегу Под любым комментарием Вот мой словарик Вот так я веду А я вам Камянову загружала Сразу Вот эту свою Такую вот делала На 25 Да А-ля такая страничка Две странички На 25 слов Каждая К Камяновой Вордбук К Камяновой Я не могу написать Потому что это невозможно У вас у каждого Здесь будут свои слова До 15 До 16 Юнита У нее Все слова даны Под текстом И они все Те же самые Мы все те же слова Отрабатываем 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 Почему я люблю наши учебники Здесь нету такого Что на вас вывалили Кучу слов Иди разгребай Нет Мы работаем Только с теми словами Которые вводятся В начале урока И поэтому У вас 100% усвоение идет Ну там 95 Может быть Да у кого-то Да даже 80% 90% Это шикарное усвоение А вот начиная с 16 У вас уже Желание такое Чтобы вы начали Таскаться по словарям Уже сами начали Заглядывать туда Не ленились Но вы конечно Будете лениться Я вам буду в этом Помогать В смысле не лениться А по словарям лазить Вот Чего вам помогать Лениться Это мы сами умеем Да Вот например Дерцвань Кто помнит Цвинген Цванг Цвунген Принуждать Да И вот вам принуждение К чему Тиф глубокий Детифе Глубина И словаря не надо Если правильно Видеть морфемы И зрить в корень Но Де факто Это да Новые слова Детифе Должны быть Вашими первыми Вот тут словами Вот тут пишем Лекцион 16 Камянова шапка Там уже есть Сейчас я вам покажу А туда заполняйте Если вы еще С первого Это не делали То начинайте делать сейчас Да Вы не представляете Как это сложно найти Тут же у вас Практически Курс немецкого Камяновой Вот наши все Эти 30 Да И вот в доп. материалах Камянова Разворот Заготовка Вот она Заготовочка Здесь пишем Декцион Она разворот Получается Так вот тут Соединяется Да И вот сюда Вод Уберзетцинг И разец И ваше предложение Или предложение С текста Где вы нашли Это слово Целиком В контексте Его выписывается 25 слов Идеально Для счета То есть у вас 50 словарных единиц Слово выражения Не важно Имеется в виду Может быть и словосочетание Какое-то Да Если оно длинное Ничего страшного Растяните сюда Или напишите в два слоя Ну примерно У вас 50 слов На разворот И вот когда вы мне покажете Да Вот смотрите Вот у меня столько-то Я взял с первого урока Столько-то Вот только тогда Я поверю Что вы занимались Когда вы пишете Задней ногой Левой руки Там это Где-то там Каким-то карандашиком На каких-то заметочках Потом они у вас потерялись А потом что-то еще случилось И вы в жизни Свой Кизлет, Анки И прочее Не заглядываете Но я учу слова Да-да Конечно Потом я проверяю Человек учит Учит У него до сих пор А2 Приехали И так к сожалению всегда Запомните раз и навсегда Сдвиг в уровнях идет Только за счет лексики Потому что Вся грамматика Как вы видите Я вам ее вычитала За А2 А1 и А2 В нормальных учебниках Наших советских По нашей методике созданных Вся грамматика Более-менее усваивается Реально Вот на первом начальном этапе Всю оставшуюся жизнь Вы просто доучиваете слова Это единственное Я считаю Нормальный способ Подход к изучению Такого системного Таком подходе Те единицы Которые умеют Разными методами Там учить Методом погружения Это я не знаю Процентов 5 Наверное населения Которые на слух могут учить Я им по-хорошему завидую У нас Простых смертных Так не получается Нам надо через систему Через грамматику Через слова Через учебу Погружение Метод погружения Вот тут который Часто всплывает Там и на ютюбе Рекламирует его Господи Лингвист Стивен Как его Ну вы меня поняли Кто понял Тот понял Кто не понял Тим надо все равно Сначала Как бы всю историю Рассказывать О чем там было Ну я с ним согласна В том Что это все-таки Эрверб Язык приобретается Вот тут я согласна Что язык нельзя выучить Его приобретаем Всю жизнь Но ты не знаешь Надо сидеть Как вот так Как лунатик И вокруг тебя Годы уже Люди разговаривают На курсах И с нуля Тебя кинули туда Как в открытое море В шторм А ты такой Ну я буду впитывать Через кожу Да конечно Да язык мы Эрвербен Мы его приобретаем Acquisition Language Acquisition Theory Вот это вот Да это так Я тоже считаю Его нельзя как бы выучить Но вы же его приобретаете Извините Уже на свой язык Накладываете Вам уже надо Какие-то объяснения Вам уже надо Логическую структуру В голове иметь Потому что вы уже Имеете ее на родном языке Вы не табула Раса Вы не чистая доска Я всегда говорю Вот если вам Ретроградную амнезию Устроить каким-то боком Чтоб вы забыли все Кроме языка То есть вы такой Развитой Вы не маули потерянных Которых дети находят Там шестилетних Которые как волки вуют Но вам надо Вот только Фонетическое звучание Вот вы уже знаете Что стол это стол Но вы еще не знаете Что называется столом Вы уже все знаете Вам надо только Название Логос вот этот Вот навесить Понятие уже есть концепция Тогда да Тогда вам родной Путаться не будет Извините Такого не бывает Я надеюсь и не будет Все пока-пока Это отдельная тема Для блога